больше экрана и меньше рамок вокруг него это нормальное желание любого пользователя смартфона в этом видео смартфон от huawei который делает небольшой шаг навстречу нашим желанием встречайте huawei p smart просматривая комментарии к нашим видео недавно я обнаружил что термин лопата применительно к смартфонам до сих пор актуален в сети и такая модель как p smart наверняка будет интересно многим именно потому что это как бы уменьшенная версия huawei мы 10 light или он r7 x модель построена на базе того же процессора kirin 659 получил двойной модуль основной камеры и уменьшенную версию дисплея формата 18 на 9 с диагональю в 5,65 дюйма и разрешением full hd плюс внешняя модель практически дублирует он r7 x это дисплей который занимает почти всю фронтальную панель тыльная сторона в верхней части которой расположена двойная камера и сканер отпечатков сканер служит не только для разблокировки смартфона но и умеет листать картинки снимать фото и вызывать панель уведомлений все эти фишки хорошо знакомы пользователям huawei но есть еще кое-что чего я раньше не замечал в меню можно включить активацию и деактивацию дисплея по двойному прикосновению кроме всего прочего новичок модельного ряда немного прокачан программно прямо из коробки он получает 8 android и новую версию оболочки от huawei и м ю ай 80 фирменная оболочка как всегда напичкана дополнительными возможностями это виджеты темы настройки и вообще много много всего она наверное одна из наиболее функциональных которые я знаю кроме того huawei наделили оболочку интеллектуальными функциями так например ваши фотки автоматически сортируются по содержимому локации и другим признакам с другой стороны 8 версия android вносит свои особенности это появление экрана с индивидуальной подборкой информации но моя любимая фишка 8 android маленькие точки на приложениях и папках со свежими уведомлениями это действительно удобно и раз пи смарт это уменьшенный братишка мэй 10 light или honor 7x то и с производительностью никаких сюрпризов игры на высоких настройках идут далеко не все только те что идеально оптимизированы как асфальт экстрим а те что отличаются ненасытными аппетитами к ресурсам ну как танки сносно работают только на минималках и совсем другое дело производительность для повседневных задач приложение довольно резво переключаются браузер можно просто забить открытыми вкладками ну и режим разделения экрана работает классно конечно же с теми приложениями которые его поддерживают все это вполне соответствует уровню производительности восьмиядерного процессора kirin 659 с не самой мощной двухъядерной графикой mali t830 и скорее всего аппаратом приятно пользоваться именно благодаря трем гигабайтам оперативки и хорошей оптимизации системы камеры и звук куда же без них в обзоре звучание внешнего динамика смартфона сосредоточена на высоких и средних частотах громкости достаточно качество звучания в наушниках среднее mp3 player аппарат заменить точно сможет есть fm приемник а при желании можно покрутить настройки звука это предустановки по типам наушников эквалайзер и 3d звучание основная камера смотрит на нас двумя объективами на 13 и 2 мегапикселя ее светосила ограничена показателем f2.2 здесь использован фазовый автофокус но главное это портретный режим с размытием заднего фона по моему опыту режим размытия лучше не использовать для сложных объектов а для оптимального результата на мой взгляд лучше выбирать не слишком большие значения диафрагмы по крайней мере ниже f4 я бы не стал опускаться ну а с качеством фото видео все стандартно для середняка классно днем и рыхло или чуть смазана вечером фронтальная камера получила глазок объектива чуть посветлее это f2.0 и привычные 8 мегапикселей она может размыть задний фон на фото подретушировать недостатки кожи а дисплей заменит вспышку при необходимости не нужно ожидать от нее чудо при съемке вечером но лично мне понравился ее довольно широкий угол что помогает снять не только свое лицо подводя итоги несколько слов про слабые и сильные стороны huawei пи смарт начнут с жалоб у смартфона вполне нормальная автономность на день его точно хватает но немного огорчила скорость зарядки до ста процентов придется ждать почти два с половиной часа где быстрая зарядка ну и пи смарт стал еще одной моделью куда huawei пожадничали установить нормальный юсб тайп си здесь микро юсб а вот подборку плюсов кроме классного дисплея быстрого сканера отпечатков пальцев и плавной работы в этот раз дополняет наличие чипа nfc и это очень удобно достаточно установить android п и ваш пи смарт превратится в бесконтактный кошелек новые обзоры и техно тренды все это можно найти на нашем канале если на него конечно же подписаться оставляйте ваши лайки и комментарии а я вам говорю до новых видео